Привет, друзья! В 1934 году на вооружении вермахта был принят 792-мм пулемет МГ-34, первый в истории единый пулемет, который мог использоваться в качестве ручного, противозенитного и танкового пулемета. Всего до 1942 года было изготовлено 345 тысяч таких пулеметов. При всех его достоинствах МГ-34 обладал и рядом существенных недостатков, основными из которых были чувствительность к загрязнению механизмов, большая трудоемкость и дороговизна в производстве. Поэтому уже в 1937 году было принято решение о необходимости создания более совершенного пулемета. В 1942 году на вооружении вермахта был принят новый единый пулемет МГ-42. При всех сохранившихся достоинствах предшественника МГ-42 был гораздо проще, технологичнее и надежнее. Дешевизна и быстрота его изготовления были достигнуты широким использованием штамповки. Кроме того, по сравнению с МГ-34 с целью упрощения отказались от возможности подачи ленты с любой стороны, от возможности магазинного питания и одиночного огня. В результате стоимость МГ-42 по сравнению с МГ-34 уменьшилась на 20% с 312 до 250 марок. МГ-34 не только оставался на вооружении немецкой армии вплоть до окончания войны, но и продолжил выпускаться. Так, с 1942 по 1945 год было выпущено еще 131 тысяча этих пулеметов. Благодаря возможности подачи ленты с патронами с двух сторон и замены ствола сзади, а не сбоку, МГ-34 был более удобен в использовании на боевых машинах, чем МГ-42. Существенным отличием этих двух пулеметов был темп стрельбы. Если у МГ-34 он составлял 800-900 выстрелов в минуту, то у МГ-42 этот показатель увеличился до 1200-1500 выстрелов в минуту. Для сравнения, темп стрельбы пулемета Максима составлял 600 выстрелов в минуту. Из-за такого огромного темпа стрельбы ствол пулемета слишком быстро перегревался и требовал замены. Рекомендованный интервал через каждые 150 выстрелов. Смена ствола производилась легко и быстро и у опытного пулеметчика занимала до 10 секунд. До конца войны было выпущено 415 тысяч пулеметов МГ-42. Этот пулемет оказался страшным противником и, к сожалению, все его технические совершенства были направлены на уничтожение наших солдат. За высокую скорострельность МГ-42 получил прозвище «Косторез», «Эмга», «Крестовик» и «Пила Гитлера». Во-первых, звук от сверхскоростного пулемета был похож на звук пилы. А во-вторых, на близком расстоянии очередь пулемета могла перерезать человека пополам, словно пила. Очень эффективно МГ-42 использовались при обороне в городских условиях. Установленные в полуподвалах зданий несколько пулеметчиков с двумя-тремя фаустниками могли полностью остановить наступление целого пехотного полка. После окончания войны карьера МГ-42 продолжилась. В конце 50-х годов Западная Германия приняла на вооружение переделанный под патрон НАТО 7,62-мм вариант МГ-42 под обозначением МГ-42-59, а позже МГ-3. Этот пулемет настолько хорош, что и сейчас все еще состоит на вооружении армии десятков стран мира. Кому понравилось видео с вас, лайк, подписка и комментарий, ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Моас, спасибо за просмотр, до новых встреч!